прежде когда вас вместо цен сегодня посмотрим и обсудим шкоду корок 2023 модельного года в россии и не будет но она есть в мире как мы видим это спецверсия непростая шкода корока шкода корок спорт line и насколько я помню с двухлитровым мотором который никогда в жизни нас не будет увидим у нас агрессивный бампер отсутствие хрома но это не полноценный спорт line потому что значок шкода у нас до сих пор серебристый это как бы сказать спорт line light но в россии у нас нет и такого хорошие у нас ходовые огни на уровне шкоде octavia 8 как у нового кодиака чешский хрусталь поворотники будут тоже такие интересные серьезный такой агрессивный вид бампер выдает то что спорт line вот эти вот накладки на самом деле это бесполезная вещь которая поможет вам лишний раз цепануть бордю для аэродинамики это для данной модели не имеет никакого значения просто это вымысел и так как мы видим у нас тут как всегда широкая решетка радиатора и большие сеточки для того что у нас хорошо остужался наш мотор через радиатор фары у нас будут бексиноновые мотивы фар повторители активная аэродинамика в бампере как мы видим буду ходить поток на колеса чтобы уменьшать аэродинамические завихрения все это идет уже знаете как о спорткаров и довольно таки ярко выраженные такие альнички направлении капот стиле кодиака все агрессивно сейчас такой маленький брутальный крутой малыш будет красивые фары матричные которые тоже в российской федерации не поставляется не буду как и вся машина хороший цвет у меня 8 такая же диски в диске полная лажа потому что вот эти все решетки это пластик все это у нас отвалится им шлудник спорт но этот короб можно за спортом так опять же по мне так это полностью бесполезные диски в мороз пинул это все лопнуло и отвалилась и лишний раз и будет грязи сбиваться на липать снег вот теперь короче полная лажа не для российской федерации спорт лайн значок под карбон вставочки круто конечно панель все пока тоже самое радует что вы как радует я уже привык к этому кстати электронную селектору передач тут еще палка видите европа но самый передовой технологии еще на короб не поставили как ни странно у нас ручная регулировка сидений и неудобный даке катался старт-стоп системы различные органайзеры магнитола пока что привычная как и положено в панели но скажу вам сразу властной планшет тоже удобно уже успешными пользуюсь и тут нас так я понимаю это бардачок от газели позже посмотрим спортивные сиденья ярко выражены на ней хоть этот не пойду вроде бы алькантара удобно круто скажем так серьезный такой солидный вид опять карбон у нас задний синий плоский конечно это будет не очень удобно в долгих поездках хорошие ходовые габаритные огни и значок видите короб и весь skoda все черники почему мы не сделали черники неизвестно но ведь опять печь и кром все-таки не весь хром убрали это не полноцветный спортлайн пакет такие вот индивидуальные ходовые огни по мне лично прикольно короб черный короб вот так даже похож на какой трендж ровер ну тут в ходовых огнях применена уже технология на уровне лексуса видите не единая полоса как уж у доктора 8 видны эти диодики это конечно не очень хорошо могли бы и не экономить сэкономили багажник высокий но небольшой идем дальше тут у нас полочки вот аварийка ниши всякие крючки под того чтобы повесить тушу быка но это европа у них запас нет ведь у них есть компрессор и набор для рассказать улучшение как правильно это ремкомплект колеса я так что он откидывание а ты не сиденьки это у нас выходит как он называется фаркоп его и фаркоп дорогого удовольствия сиденьки у развития с подлокотником электропривода это при багажнике круто круто кстати наш коллектив 8 очень мощный электропривод и стена быть аккуратнее он не останавливается опять такой серьезно так у нас тренировка заводская надо слабая это по мне это полная ерунда на шоке это я больше это стоило 12000 рублей я не стал его заказы потому что это полная ерунда за 4000 рублей за тонировую машину нормальный американка имеет такие черные угольные стекла круто смотрится но тут пойдет и так опять же видно что у нас место кажется мало но на самом деле в коробе сидел коробе для обычного нормального человека вместо хватать идем дальше приборка новый руль руль спортивный у нас соскошен и не за мной имейте ввиду что в этом ситуации когда вы будете крутить рулем как капитан джек воробей на пиратском корабле вот этот не сам может вас подвести я лучше за обычный руль к стандартным подогрев сидений у нас сзади есть розетка прикуриватель есть очень удобно а в школе акта я 8 его убрали тайп си зарядки воздуховоды очень хорошо так насколько я понимаю у нас включение света обычной лампочки никого лэда нету опять такой небольшой брутальный автомобильчик циклоподъемники весь узел это пришел в шкоду и супер вы в октавию сейчас такой же стоит везде на коробка так приборка жека очень удобно лишь бы не было глюков как уж куда то я 8 где моргает уровень температуры антифризы и топлива так у нас информативно читает знаки крутой line trip активируем очень удобно вот и другие скины такой расход получается у нас 1 литр димитра это холостой 8 и 7 на 100 километров двигатель насколько я помню двух литров должен быть телефон приборку приборку до 1 очень удобно навигации есть старт стоп система которая не очень ты нам нужна спортлайн на руле вот этот бардачок от газели если кто первый придумал газель или skoda стандартного магнитола воздуховода все как бы удобно вот это у нас навигация она запоминает где выпаса раз были потом выводят вам ваши варианты поездка очень удобно тут у нас помощники шла за помощники помочь при маневривании с рецептом лайн-систем когда пинку из контроля знаки усталость водителя и трафика стимус к этому рычаг селектор и передач вот что удобно здесь вот опять ты выбрал ручной режим она уже не отключат если у вас электронный светопередача она отключается она сама ее работа по своему алгоритму она мощный режим то остановитесь переключает в драйв сама делают камеру у нас очень удобно опять климат-контроль крутилочки но по сути да так удобнее но вот много лака конечно крутилочки удобнее выбирать параметры климата системы климата на сенсор не так удобно как вот наш проект авиа 8 в эти кнопки от пианино на самом деле удобная вещь уже привык зарядка телефона и опять прикрутил страна почему в коробке с прикрутилом школе когда я 8 его убрали просто покупать удлинитель для того чтобы качать передние колеса вернее перепаял потом купил новую выбор моды дороги автохолла ручник у нас и отключение у нас есть стабилизации очень интересно но это выбор режим вождения и режим самая лажа позже будет ролик еще полная лажа есть это режим ворошок не такой же большой вот что шум его что-то понравилось тут старая система управления светом на шкоде октаве оси ну к новой тоже привык но все-таки такая была удобнее он товарищ с вас лайк подписка и пишите комментарии хотели бы вы себе такой корок да тут двигатель был двух электронов как я помню поэтому это можно сказать назвать полноценным спорт и не спорт кроссовером поставьте лайк подписка до свидания